Добрый день, дорогие зрители! Мы продолжаем серию передач, гостями которых становятся известные словисты Европы, мира, Азии, гости нашего города и гости нашего университета. Потому что всегда очень интересно узнать, как иностранцы смотрят на нашу страну, что им нравится, что им не нравится, что не любят, что, может быть, вызывает какие-то их возражения. Всегда интересно посмотреть на себя со стороны. Поэтому сегодня наш гость Карл Аполлоньо, профессор, крупнейший специалист по творчеству Достоевского, Толстого, Чехова, президент Международного общества Достоевского и переводчик, профессор Duke University из США. Здравствуйте! Здравствуйте, Лена! Очень приятно видеть вас в Казани. Я знаю, что вы совершаете очень большой тур по России, что вы в России уже, наверное, целый месяц. Почти месяц здесь. Почти. И, наконец, доехали до Казани. Наконец, первый раз в жизни. Первый раз в жизни. Да. Вот расскажите нам, пожалуйста, ну, во-первых, каковы ваши впечатления о Казани, а потом вообще, что это был за тур, что вы в России увидели и ваши впечатления. Так, значит, во-первых, мне очень понравился Казань, город. Я никогда здесь не была и просто поражаюсь культурой, просто историей всего города, особенно университета, о котором я просто сегодня узнавала очень много, просто побывав здесь в университете. И очень люблю Толстого, например, и он здесь жил, учился, но я не знала об этих других людей, знаменитых, которые здесь тоже жили, поэтому это есть. Ну, и просто интересно гулять по улицам, смотреть в Кремль и разные достопримечательности, да. Вы сказали, что вы могли бы жить в Казани. Я могла бы жить здесь, по-моему, да. Ну, здесь культурный, во-первых, культурный, да, культурный уровень, по-моему, здесь крупный университет, хороший, там, с богатой историей, и когда есть такой университет, всегда культура, по-моему, высокая, это тоже у нас бывает. Но зато тоже более спокойно, чем в больших городах, например, в Нью-Йорке, где все спешат туда-сюда, да, нет времени просто вглюбляться, да, скажем, в литературу, философию, историю. Может быть, это звучит странно, но все у нас в Америке спешат, спешат, спешат все время. Я думаю, что хорошо, когда есть баланс, да, когда человек может сидеть, думать и читать, ну, и тоже может получить вот удовольствие от разных, от театра, скажем, кино, истории, там, музеев, здесь у вас замечательно много, да, то есть богатая культура, но, тем не менее, то есть движение на улицах не такое страшное, как у нас, да, в ваших городах. То есть, что надо жить медленнее, да? По-моему, да, и вот, когда читаем литературу 19 века, и это мое, то есть, главное, вот, занятие в жизни, тогда вот сознаешься в том, что жили медленнее тогда, имели возможность немножко думать, да, а мы живем так быстро сейчас, и тоже на Западе, по-моему, даже более быстро иногда, чем здесь. Но я была в Москве, в Петербурге много раз, и вот такое впечатление, что все там спешат, да, поэтому я думаю, что я бы могла спокойно здесь жить и просто не скучать никогда. Как-то однажды кто-то из писателей, бывающих на Западе, был в Казани, по-моему, это был Аксенов Фест, и сказал о том, что Казань напоминает ему американские города, особенно вечером. Пустой центр, все люди живут где-то за пределами центра, очень приятно было ему гулять. Есть ли у вас ощущение, что между русско-американской жизнью есть что-то общее, или она разная? Ну, я бы могла отвечать совершенно по-другому, скажем, 40 лет назад, когда я училась и была здесь, да, в Советском Союзе. Но, по-моему, вот интернет вот сближает всех по всему миру. У нас общий язык, хотя говорим на других языках, конечно, английском, русском и так далее, но все-таки очень быстро можно гугловать, да, переводить через угол, Google, да. И просто это тоже, вот, развитие интернета сблизило, по-моему, всех людей по всему миру. По-моему, это хорошо, да, есть и вот отрицательные стороны этого процесса, но все-таки, по-моему, я чувствую, что много общего между Россией современной и моей страной, Соединенными Штатами. А вот в этом вашем путешествии по России были какие-то приключения? Было что-то, что было необычным, странным, страшным, увлекательным, ну, каким угодно, но приключением. Ну, да, ну, во-первых, я должна сказать, чем я занимаюсь, да, то есть я получила возможность поехать по стопам Чехова, да, то есть я хотела... Я сама очень люблю Чехова, читаю, пишу о нем, и была возможность приехать сюда, в Россию, и побывать в разных местах, где Чехов побывал, да. И это, наверное, поведет меня вплоть до Сахалина, я надеюсь, туда, железной дороги там, и вот, останавливаясь в разных городах. Вот это привело меня сюда, например. Вы едете поездом, вас не пугают русские поезда и русские расстояния? Пока все нормально, да, и мне очень нравится вот это купе, где можно спокойно спать, под звуком колес, это очень успокаивает. Пока не было никаких страшных приключений, пока, пока, но я вот на восток еду. И я не думаю, что, я не боюсь ничего, я ожидаю, что будет все-таки, будут неожиданности по пути, и готовлюсь психологически, эмоционально к ним, но я не боюсь. Но я читала в вашем блоге, что вы в угле чуть-чуть не опоздали на теплоход. Ну да, это было, вот, это было очень, может быть, вершина пока моего путешествия. Я ищу Чехова везде в России, конечно, его можно везде на каждом углу найти в Москве, в Петербурге он бывал, конечно. Но в Казани не найдете, в Казани он проспал. Да, вот я об этом тоже уже знаю, но, тем не менее, вот, у меня была возможность на теплоходе плыть по Волге, по разным рекам, из Петербурга до Москвы. И вот, останавливались и в угле чья. Ну, конечно, там история вот бедного, убитого, убиенного, да, мальчика Дмитрия, вся эта история, о которой я знала раньше. Но я вот так увлеклась вот этой историей бедного Дмитрия, мальчика, который убили, что я забыла о Чехове вообще. И вот именно Чехов меня в этот раз привез в Россию. То есть гуляю по городу, увлечу, интересуюсь, даже немножко в магазины хожу. И вот сотовый телефон, который я купил для этого путешествия, потому что нельзя жить в России сейчас без мобильного телефона, он плохо работал. Зашла в Бейлайн, то есть чтобы мне там помогали девушки. И когда они занимались моим телефоном, я случайно вспомнила о Чехов, Чехов, и спросила, Чехов случайно жил или был где-нибудь в угличе? Да, был, он был, он был недалеко отсюда. Я вот пришла, вот даже я заволновалась и думала, мне надо обязательно найти, кто... То есть его брат жил, жил в угличе Михаил, мне сказали, где и как дойти. Я помню, что у меня теплоход ждет, обязательно надо поплыть и уехать из углича. Я была в группе, но все-таки Чехов, есть Чехов, и, значит, побежала, побежала, побежала. И вот нашла этот дом в угличе, там плакат или доска, которая рассказывает о брате Михаиле, как он там жил. И вот такая была радость для меня, так радостное переживание, вот стоять перед этим домом и помнить о том, почему я здесь все-таки, да. Все интересное в России, но я люблю русскую литературу, и я хочу найти все следа, не только Чехова, но следа русской литературы во всех этих городах. В Казани, я могла бы и остаться в Казани очень долго, да, и узнать. Оставайтесь. Да, с удовольствием, осторожно, я соглашусь. А вот личные впечатления, пребывание на месте, то, что мы называем гений места, да, это как-то влияет на понимание литературы? Ведь сейчас очень модная теория смерти автора, вообще незначимости автора для понимания текста. Вот было ли в вашей жизни какое-то переживание, например, когда знакомство с местом, где этот писатель был, как-то меняло ваше понимание произведения? Ну, текста видение вот сейчас ведь говорит о том, что это неважно, да, забудем про автора, анализируем текст отдельно. Да, увидев, ну, я сейчас была в Меликове, в музее Меликова-Чехова. И просто без Меликова, я думаю, Чехова нельзя понять. Да, не только Чехова, но всех музейщиков, которые вот внимательно берегут, так сказать, его наследие там. То есть такое ощущение места есть, особенно, может быть, не в больших городах, где так заняты, где все спешат, но там, конечно, место очень важно. Я не среди тех, кто считает автора неважным, но я тоже не сваливаю все на автора, да, потому что текст тоже имеет свою самостоятельность и должен быть считаем во всех поколениях, да. Но у меня была возможность, давным-давно я переводила японский роман. Это другая часть моей жизни. И вы прекрасно знаете японский. Я бы не сказала прекрасный, но я в то время могла читать, хорошо говорить. Это было 30 лет назад. Но, тем не менее, очень полюбила эту повесть и перевела. И потом дали мне, издательство дал, дал мне еще один роман. Я переводила этот роман. Роман об одном буддийском священнике. Я не знаю даже, как по-русски сказать. Да, это... Священник, да? Ну, можно так сказать. О его жизни, да. И у нас вот такие впечатления, что буддийские впечатления, это какая-то экзотика, да, что носит вот такие вот странную одежду, да, ведут себя совершенно по-другому от обычных людей. Но автор, у меня была возможность с автором посещать места, где вот это действие в романе имело место. И вот я жила до этого времени вполне в тексте. У меня были свои впечатления. Например, вот очень важную роль играет в этом романе «Одно большое дерево». Ну, просто смутно представляла себя, как выглядит это дерево. Но автор привела меня к этому дереву. И оно было так, оно, дерево отличалось так от моих впечатлений, что я просто... Было у меня такой сдвиг в голове. Как я вот переводила все, как будто понимала язык, переводила на английский. И вот вижу, что совершенно отличаются впечатления. Но тем не менее языком нельзя было, нельзя передавать. Просто вот есть огромный, ну, так сказать, разрыв, может быть, gap, да, дырка, я не знаю, расстояние между тем, что мы читаем, и тем, что было в голове писателя тогда. И к тому же это происходит и на своем языке. А здесь прибавить, добавить перевод, и вот совершенно другой читатель читает. А что остается при этом? Совершенно другое понимание. Другое понимание, но суть все-таки остается. Если успешно переводишь, да, тогда все-таки доводишь что-нибудь важное читателю. Вот. И это значит, что никакого совершенства нет, что нет, так сказать, полного понимания между людьми нет. Но тем не менее, вот, литература, и вот, так сказать, связывает нас, вот, не фактами, может быть, но общим духом литературы, я бы сказала. Это очень хорошо то, что вы сказали, потому что действительно все время мы сталкиваемся с непониманием взаимным, и хорошо, что какие-то, ну, хотя бы точки взаимопонимания хоть какого-то, хоть иногда они возникают. Ну да. Но сейчас он так утих, там почти не появляется новых отзывов, но в свое время мы с интересом его читали. Вот на вашем сайте написано, я прочитаю на английском, и потом коротко прокомментирую. Отзывы, например, такие. She is an amazing professor who knows how to inspire her students to fall in love with Dostoevsky. Значит, потрясающий профессор, который знает, как влюбить в Достоевского. Или дальше. Профессор Аполлоний is a really interesting professor. She really cares about her students. She is one of my favorite professors. I really love her. Вы знаете, там вот это слово, I really love her, повторяется очень часто. Ваши студенты безумно вас любят. Или, например, дальше. She is one of my favorite professors. I took her class on Dostoevsky last year and was shocked with his writing thanks to her enthusiasm. И дальше очень многие говорят о том, что они выбирают ваш класс и хотят снова выбрать ваш класс на следующий год, например, и так далее. Но дальше я обратила внимание на то, что очень многие студенты говорят о том, что «reading a lot», то есть приходится очень много читать, что приходится читать каждый день практически, что за неделю приходится читать примерно 150 страниц, что вы даете дополнительное задание, и они утешают следующее поколение. Они пишут «but great class, you learn a lot, but be prepared to work». Им нравится то, что вы даете, как они дальше пишут «feedback». Они отмечают «lots of homework», «amazing lectures» и так далее. Но, судя по всему, студенты очень переживают, что вы заставляете их много работать и много читать. У нас тоже наши современные студенты не очень любят много работать, и мы очень жалуемся на это, мы сталкиваемся с этим, мы часто сопоставляем наших студентов с тем, что было раньше. Ситуация, конечно, очень изменилась. Очень многое вообще в нашей университетской системе пришло из американской системы. И баллы, и рейтинги, и мы сейчас вводим мейджоры, майноры и так далее. Вот поэтому очень хочется услышать от вас, довольны ли вы вашей университетской системой, довольны ли вы вашими студентами? Что бы вы хотели, может быть, изменить? Что делать с современными студентами, с молодежью? Как заставить их учиться или не заставлять? Множество вопросов. Вы можете начать с любого. Да, ну вообще я очень боюсь стать типичным старым человеком, который все ругает современное поколение тем, что он отличается от моего прекрасного поколения. Я думаю, что это очень опасно. Это даже знак старости, что не понимаешь, что они принесли с собой, какое у них мышление. И если вот не понимать или не стараться понимать, где они, что они думают, что важно их, тогда все-таки, несмотря на то, что не делаешь, они ничего не научатся. Я их очень люблю, но они думают совершенно по-другому, у них разные. То есть совершенно, когда я начала сама учиться, не было интернета вообще. То есть мы слушали музыку на пластинках, это даже до кассеток, да, и все это. Поэтому медиа, то есть очень изменилась с этого времени. И, по-моему, это сузило вот время, внимание у студентов. Они очень любят перепрыгивать с одного предмета на другое в голове и вот заставлять, чтобы они читали длиннющий роман, ну, например, «Война и мир». А вот как вы это делаете? Ну, каждый день я даю зачет, потому что это сильная, так сказать, мотивация. То есть если студент знает, что если прочитывает все-таки текст, приходит на занятия, показывает, что он прочитал, и получит за это пятерку. То есть оценки любит? Оценки очень любит, мотивируется оценками. И я вот не думаю, что это плохо. Я пользуюсь это, так сказать, чтобы стимулировать их. Ну, пусть немножко ругают, как вы прочитывали. Да, пусть ругают. Они не ругают, они чуть-чуть обсуждают. Сначала кнут, да, но и потом пряник. То есть пряник — это то, что они сами... То есть разговор, который происходит, серьезное у нас обсуждение серьезных вещей. И это, по-моему, вопросы эти, этические. Вопросы о том, зачем я живу, почему я живу, зачем я родилась на свете и так далее. Вот эти вопросы прямо задают русские писатели, по-моему. Достоевский, Чехов показывает, Толстой, конечно, это серьезно. И студенты, по-моему, жаждут таких разговоров и нигде еще не получают их. Ни в интернете, ни у себя на курсах по математике. Только литература может дать им такие разговоры. То есть когда они думают о себе, о чем-то важном и существенном в своей жизни. Поэтому, в конце концов, наверное, на это такой разговор реагирует. По-моему, литература тоже дает студентам и любому читателю возможность просто наблюдать за выборами, которые принимает любой человек. То есть, скажем, Князь Андрея или Наташа, или Раскольников. Что они делают, как они выбирают, как они решают, что-то делают. Что-то делают в своей жизни. И потом видят последствия. Не только, например, его арестовывают, посылают в Сибирь, но моральные переживания, которые происходят у них в голове. Особенно Раскольников, скажем. И вот, читая об этом, студент может все-таки думать о себе, но, тем не менее, это безопасно для него. Потому что речь идет совершенно о другом человеке. Поэтому мы можем говорить о них, об их переживаниях, но это просто о других людях. То есть, мы говорим якобы о Раскольникове, и это все безопасно, все спокойно могут об этом думать и говорить. Но все-таки они думают о себе, о том, как я буду жить, откуда, почему есть несправедливость в мире, и что я буду делать против этого. По-моему, литература может дать такое образование. А вот ваши студенты, они выбирают юриспруденцию, экономику, потому что у нас больше всего студентов выбирают эти предметы. И, по-моему, сейчас уже просто негде им работать, когда они заканчивают университет. А кто выбирает литературу? Или у вас есть ситуация, когда параллельно можно брать несколько курсов? Как вообще они приходят на ваш курс? Вот именно. В разных университетах бывает по-разному. И, может быть, наша система отличается от вашего. Я не знаю. Но даже государственные университеты, штаты, у нас нет государственных, но есть в каждом штате свой университет. Есть и частные университеты. Это мой университет, Дюк, частный университет. И у нас своя система. У других университетов своих. То есть у нас не требуют, чтобы студент слушал курс по литературе. Это все добровольно. То есть если студенты ко мне приходят, это совершенно по своей воле. Никто не обязывает их. Поэтому, по-моему, для меня самая элита. То есть студенты, которые действительно хотят читать. И если читали эти рецензии на мой курс, знают, что ожидают их. Знают, что я буду требовать и так далее. Поэтому бывают у меня совершенно элиты. Любят читать, любят думать о серьезном. И готовы делать то, что я требую от них. А вообще в Америке много читают? Мы сейчас очень часто обсуждаем этот вопрос в России. Читать стали меньше. Читают ли в Америке? Что читают в Америке? Да, я согласна. То есть это для нас, то есть гуманитариев, это у нас серьезная проблема. То есть мы занимаемся вот длинными романами, скажем, да. А уже не читают. Уже думают, раз книга такая толстая, я вообще даже первую страницу не буду читать. И вот переходят на другое. Даже не читают. Да, смотрят YouTube, скажем, слушают музыку. Я тоже люблю. У меня вот YouTube, я смотрю на любимые музыкальные группы. Да, я понимаю эту психологию. Это легко. Можно делать это за пять минут и потом своими делами заниматься, да. Поэтому, по-моему, ну, как профессор, как вот человек, который занимается в обществе Достоевского, Чехова тоже, наше дело, самое главное, по-моему, это вот все-таки рекламировать, уговаривать людей, что стоит все-таки читать эти книги, эту великую литературу. Как-нибудь. И мы вот в обществе Достоевского занимаемся вот интенсивно вот в общественной сети. У нас Facebook, у нас хороший блог, кстати, для которого пишут хорошие ученые, специалисты. Мы твит, я сама даже могла немножко твитовать, но я плохо это делаю. Но у нас очень хорошие, умные, молодые ученые. И, кстати, у нас молодое поколение ученых-специалистов, особенно по Достоевскому, но тоже по Чехову. Это замечательно умные люди. Это очень интересно, потому что у нас есть в Институте международных отношений магистратура по цифровой дипломатии. А, замечательно. И в том числе мы изучаем социальные сети, и как можно через них что-то рекламировать, и вообще проводить так называемую культурную дипломатию. И когда вы говорите, что литературоведы используют Фейсбук и Твиттер для популяризации литературы, для привлечения внимания и рекламы, то очень интересно. Я думаю, что нам тоже стоит этим заняться. Это муниципальный опыт. Мы можем быть даже друзьями по Фейсбуку. Мы можем даже, вот, по-моему, да, очень хотим, чтобы... Я сама, как переводчик, например, перевожу, ну и вашу статью, кстати, хорошую. Спасибо вам большое за перевод. Ну, замечательная статья, да. Но мне очень важно, что у нас читали вас, чтобы читали вашу работу, потому что традиция, вот, исследования у вас отличаются от нашего, конечно, да. У вас архивы, у вас, вот, вы прекрасно знаете глубоко каждую подробность в текстах. Мы со своей стороны читаем, очень много читают в переводе, скажем, у нас нет доступа к архивам, поэтому, ну, все-таки у нас оригинальное чтение вашей литературы, поэтому через социальную сеть, через Фейсбук и так далее, через блог, блоги, мы можем все-таки читать друг друга, понимать друг друга, ввести разговор между собой. И не только ученые, конечно, но, по-моему, например, я немножко занимаюсь с пенсионерами, и это, вот, мы читаем вместе, обсуждаем русскую литературу. Я очень люблю пенсионеров, потому что они читают по своей воле, то есть не потому, что я их заставляю, они добровольно хотят вернуться к классикам, у них есть время и жизненный опыт, и они все это привозят, приводят на наше обсуждение. Вы ведь именно с группой пенсионеров путешествовали по Волге? Путешествовала, да. То есть это пенсионеры, которые давно окончили мой университет. И вот есть экскурсия по всему миру, но когда я узнала, что есть экскурсия по рекам, Waterways в России, я вот бросилась к ним и попросила, чтобы и меня взяли в эту экскурсию, да, и с ними, да, были очень хорошие разговоры. Нам надо дружить с пенсионерами, потому что, опять же, в нашем университете тоже есть университет третьего возраста с замечательными лекциями, с замечательными совершенно слушателями. Поэтому видите, как много общего вообще между нашими университетами, и проблемы общие, и настижение общее, и даже направление работы, можно тут многим обменяться опытом. Да, я совершенно согласна. Вот есть одна проблема маленькая, да, что вот пенсионеры, и я скоро сама, наверное, буду пенсионером, мы менее быстро осваиваем этими всеми новыми технологиями, да. Но вот если, например, со специалистом по технологии, связывать наших людей друг с другом, тогда это было бы великолепно. Я за. Замечательно. И у меня тогда сразу еще один вопрос. А вот ваши студенты, и вообще не только... Понятно, что вы специалист по России, русской литературе, у вас другой взгляд. А вообще у ваших студентов, у ваших слушателей, у ваших пенсионеров представление из Америки о России. Какое оно? Я бы сказала, что они мало... То есть если не специалисты, да, если не вот окончили вот со специальностью, скажем, университет, тогда очень поверхностный, поверхностный бывает взгляд на Россию, да. Есть такие вот... Просто все знают, ну, почти, ну, уже, то есть новое поколение, даже не знают, что такое был Советский Союз. Не знают эту историю. Не знают, что было во время Великой Отечественной войны. Вообще понятия не имеют новое поколение об этом серьезном, об этой истории, которая была у вас. Что касается современной России, конечно, все политика, да. Все политика. Обращаю внимание, но на Трамп-Путин, Трамп-Путин, Трамп-Путин. И вот это тоже не глубоко. Это тоже поверхностно, да. Что было в новостях утром, то об этом и думают, да. То есть не связывают это с историей, вашей и нашей, да. Ну, просто, по-моему, я бы просто в итоге сказала, что это поверхностный взгляд. Я думаю, что и наше представление об Америке тоже достаточно поверхностное у большинства людей. Да, к сожалению. Нужно читать литературу, нужно смотреть фильмы, вот, друг друга, да. Нужно говорить, нужно смотреть такие программы, да, и у нас, наверное, да. Потому что со временем, то есть чем глубже, вот, разговариваешь, знакомишься с человеком и страной, чем лучше понимаешь, что у нас очень много общего, больше, чем мы думали. Гораздо больше, чем мы думали. Да, мы все люди, мы живем на земле, у нас большие предстоят проблемы в окружающей среде и так далее. Мы должны вместе быть и понимать друг друга. У нас много общего. И природа, и просторы, и в образовании, и в политике, на самом деле, и в истории. Так много общего, что, конечно, хотелось бы большего понимания и знания друг о друге. Правильно. У вас дикий запад, то есть дикий восток, у нас дикий запад. То есть вот очень много сближивает нас вот в наших историях. Мы, конечно, молодая страна США, но, по-моему, вот русские, американские люди очень близки друг к другу, ближе, чем ожидалось бы. Слышат, слышат язык, не понимают ни одного слова, думают, что человек совершенно отличается. А вот если не было бы такой барьеры языковой, ну и всегда даже есть и будет. Даже со мной я училась на русском языке уже очень давно, давно учусь. Тем не менее, вот совершенного понятия не может быть. Но это не только... Это совершенно естественно. Другой язык до конца, наверное, исходить невозможно. Да, но мы тоже не понимаем вот человека, который живет рядом с нами. Вот это... Моего соседа не понимаю. Не понимаю, о чем он думает каждый день, да. Поэтому это вообще не только язык разделяет людей, но вообще вот то, что мы живем в своих шкурах, тоже отделяет нас друг от друга, по-моему. Да, и не будет никакого совершенства в понимании, но это было бы скучно, если бы было, да. Если я вполне вас понимала до самой сути, тогда это было... О чем был бы разговор, да. Тема разговора не было бы. Спасибо вам большое. И я надеюсь, что несмотря на то, что между нашими странами время от времени возникают какие-то осложнения, рано или поздно мы к этому пониманию придем. Самое главное, к пониманию, что действительно между нами очень много общего. Я сто процентов согласна с вами об этом, да. Спасибо. И вам спасибо. Сегодня нашей гостьей была профессор Duke University в США, известный переводчик, словист, специалист по творчеству русских писателей 19 века Кэрол Аполлонио. Спасибо. Всего доброго.